пизгин пизгину новое видео хочешь скрытая любовная линия ульянки и шурика ну не настолько все тоже не наглей мы сойдемся на парбитеу пара пасуху так это нормально мне мне нравится так О, май гад! О, май гад! Короче говоря, орлы зарейдили вот этого парня. Ребят, за что вы с ним? Так, я всего лишь опубликовал... Заткнись. Я всего лишь опубликовал ссылку на его канал, а вы его зарейдили. Я же даже не просил. Слушай, он теперь станет популярнее меня. Но учитывая же мои желтые значки, он уже популярнее меня. Черт, я должен подписаться и черпать идею этого новой звезды Ютуба. Он станет популярнее Ферамира и Вангая вместе взятых. Я жду этого. Мы этого дождемся. Барни, ну где ты? Я же тебе дверь открыл. Приходи. А, барни моет свои яйца. Я так и понял, да. Ссылка в описании. Так, насколько я помню, мы выясняли, как человек развивается от обезьяны. Гитаристу. В общем, орлы, вы готовы, да? Это лет-марафон, поэтому видео по лету именно по лету так много. Я думаю, что-нибудь еще за марафонем. Я уверен, многие поддержат меня в сталкер-марафоне. Или в еще какая-нибудь игра о марафоне. Кстати, тут ведь новинки скоро выходят. И DLC к Assassin's Creed. Я понимаю, что это может быть не для всех. Слушай, я фанат Assassin's Creed. Для меня это важно. Mortal Kombat. Да, да, да. Я. Mortal Kombat. Наверное, в понедельник уже поиграем. Я не буду гарантировать. Но мне пока сказали, что в понедельник. От обезьяны гитаристу разъебывается кнопка лайка. Кстати, да, количество лайков влияет на то, какой мод вы увидите в следующем. То есть, а вы думаете, зачем я? Евген задумал марафон. А Евген задумал марафон, чтобы определить. Чтобы прокраситься в вашу спальню и по-тихому спалить. А какой же мод вы хотите больше? Так вот, количество разъебанных кнопок лайка покажет мне. От ударника к рыжи марангутангут. Сама ты из рыжи марангутангут. А при себя, что ли, наверное? И если это звено будет слабым, то ритм распадется и все собьются. Понял? Мику, слушавшая нас краем, муха обиженно заметила, что она не собьется ни при каких обстоятельствах. Ну так она не обезьян, она японец, сверхчеловек, блин. Она пережила Хиросиму, Нагасаки, пережила белую пену в моем кофе. Ты посмотри. Саш, это почему кофе с белой пеной? Ты ответственен за это? Нет, Евген, я сидел под столом. Саша, не пизди, ты накончал в мой, сука, кофе. Нет, Евген, это сливки. Да какие это сливки? Ты тупо кинч пустил в мой кофе. Ну и как это пить теперь? Слушай, я слишком люблю кофе, придется пить. Нет, слушай, Саш, ты, походу... Саша не врал, это сливки, слушай. Хм, это взбитые сливки. Саш, прости, я думал, этот кинч плавает. Евген, я же люблю тебя, как папу орла. Я не предам тебя. Ну, Саш, ладно, я тебе верю. Правильное замечание все, кроме Мику, понял? Конечно, сразу все понятно стало. У тебя здорово получается объяснять. Я прямо кончил от счастья. А репка тут при чем была? Забудь про репку. Нет, погоди, ты сказала, ты репка. И сказала, не вздумай что-то забыть. Как же я могу... Сенька, ты издеваешься? Я сделал честное и в меру глупое выражение и пало. Мордой лица. Извини, немножко. Ты так серьезно рассказала, что я аж пукнул. Против ожидания Ульяна не разозлилась. Напротив, Ехиду улыбнулась и погрозила мне пальцем. Типа, не болюй у меня, пионер. Иначе я ночью тебе скалопендру засуну в трусики. И она проберется через твою дырочку тебе в хуй. Как ты подрочишь с утра, да? Так. Ладно, Семач, клоун ты наш. Сейчас посмотрим, какой ты умный. Дергать струны ты более-менее наловчился. Сегодня попробуем сыграть под барабан. Падай вот сюда. Бери гитару и пробоси-ка вот этот кусочек. Смогешь? Сейчас узнаем. Знаете, вообще я бы пропустил этот музыкальный момент. Одна из причин, почему этот мод меня отталкивает. Вот эта вот музыкальная составляющая. Я понимаю, что, видимо, люди, которые этот мод делали, музыку любят. Так вот, я не люблю музыку. В том смысле, что я не люблю ее играть. Я не люблю то, что связано с игрой музыки. Что еще? Мод Саманта я прохожу по схожим причинам. Меня очень останавливает стихотворный день. Вот этот один день, когда они говорят стихами. И это не день, а чертов пиздец. Именно поэтому я в него не играю сейчас. Но я постараюсь себя пересилить. У нас марафон. И я, сука, это сделаю. Я пройду этот момент. Я довольно чисто отрыгал три такта несколько раз подряд. Ну, потому что Семен у нас не пропащий, не конченный. В принципе, не так плохо. Наконец-то от музыкального ханалия закончилась. А еще и Алис сказала, что я нравлюсь Мику. Могла и подшутить, конечно, но кажется, не пиздит. Мику вытянула обтянутые черным нейлоном ножки. Сбросил. Слушай, я не люблю колготки. Я знаю, что... Слушайте, ребят, пожалуйста, напишите, что среди нас нету фетишистов на колготке в комментариях. А то мне постоянно говорят, что я делаю только фаб-контент, а нормальных видео не делаю. Ну, так вот, давайте узнаем, сколько здесь у нас фетишистов. Пошевелила пальцами ног, сбросив туфли. Потом легко и непринужденно взяла меня за руку. Сеня, я понимаю, что ты только начал учиться, но надо немножко собраннее. Чувствую ритму, тебя хорошая, но вот концентрации не хватает. Ну и практики, конечно, так что мы с тобой отдельно позанимаемся. Ты ведь не против? Она еще спрашивает, конечно, у меня прямо, у меня в небо, как ракетов, залетел мой писиндриппел. Давай, конечно, я ничего, а ничего, что ты тратишь на меня столько времени. Тебе ведь тоже нужно репетировать все дела. А мне не надо, я не умею играть неправильно. А, то есть ты выебываешься на меня. Это, между прочим, недостоинство. Например, импровизировать я тоже не умею. Там нужно, ну, я не знаю. Что-то, чего у меня нет. Джаз, например, не для меня. А я люблю джаз. Ну, не сильно, то есть я бы не стал слушать джазовую музыку, но на фон для видосов джаз самое то. Ставь лайк, если тебе нравится джаз, как фон для видосов. Многие блогеры ставят. По крайней мере, всех, кого я смотрю. Ну, Бригман, например, ставит джаз. Бригмана же все знают, про компы снимают. Мику вздохнуло. Я поспешил поднять ей настроение. Кстати, вот он термопасту порекомендовал. Одну неплохую. Термопаста говно. Просто, если Бригман узнает. Если кто-то общается с Бригманом, передайте ему, что термопаста, которую он рекомендует, говно. И дорого. Здорово. Частные уроки от тебя. Да еще и бесплатно. А вот и не бесплатно. Я расплачусь натурой. Мику, давай. Я готов. Я расстегиваю пуговицы. Хотя, куда уж дальше. Уже почти все расстегнул. Лизе раньше вроде не нравилось, когда я не застегивал последнюю пуговицу. Умирается ходить вот так. Знаете, я люблю ходить с расстегнутой рукой. Ну, мне нравится так. Я чувствовал подвох. Ну, что-то. Никаких подвохов. Просто я пол в клубе завтра помыть хочу. А воду принести некому. Из меня делают вьючное животное. Просто хайбисто. Ты не мог бы? Ну, то есть, если тебе не очень тяжело. Если ты ничем не знаешь. Слушай, я там пионер лагеря, сижу и Мику плюс... Вы видите эту надпись сзади? Мику плюс Семена равно сердце. То есть, все уже просекли фишку. Она замолчала, смущенная, вертя в руках барабанные палочки. Лучше бы она вертела так резко, ловко в руках. Мою Пипендрополу. С удовольствием помогу. Ну, а что мы сейчас будем делать? Я очень надеялся, что она обнимет меня за шею и шепнет на ухо. Целоваться, глупенький. Но меня кинули. Отрабатывать взаимодействие. Я буду за Ульянка, а ты старайся попадать в ритм. О, май гад! Ну, о, май гад! О, шиит! Вы слишком биструю мелодию для начала выбрали. Вот у тебя и не получалось. Давай не спеша. И сейчас, типа, он влюбится в музыку, Семен. То есть, поиграв в Смику, да? Мне нравится эта подпись внизу без перерывов и выходных. Типа, расписание репетиций. Ульяна, это и тебя касается. Она показала, что именно играть. Так, ну давай. После того, как я вполне удовлетворительно отыграл к соку несколько раз, Смику устроила барабан на коленях и взялась за палочки. А теперь вместе попасть в такт оказалось совсем непросто. Потому что музыка... Алиса подмигнула нам Смику, а затем выдала. Еще чего? Это же вызов нашим талантам. Мы из него сделаем человека. Ну, или басиста хотя бы. И чем он хуже, тем интереснее наша задача. Кажется, мои усилия их не очень впечатлили. Я обиделся и со злостью ухитрился попасть в такт. Мико одобрительно улыбнулся, разрешила передохнуть положенные пять тысяч часов. Алиска перевесилась через подоконник и показала мне свою жопу. Вот видишь, можешь ведь? Думаешь, мне самой нравится на тебя рычать, басота? Ну ведь не понимаешь иначе. Ну давай в том же духе. Вскоре я начал понимать, что же такое поймать ритм. Довольно сносно отыграв положенные сорок минут, мы вернулись в помещение. Ура! Время идет вперед! Долго поиграть не вышло. Изменяешь, что понедельник, день хуёвый. Может и правда так. Когда Алис сыграл какой-то особо сложный пассаж, усилитель сдал негромкий стон, обогатил атмосферу вонючим дымом и натрет отказался работать. Эффект дыма, кстати, на рэнпай можно завести. Эх вы ленивые крысы, которые мод делали. Кстати, разработчики вот этого лета... Вот этого игры, они... Я сейчас пытаюсь сформировать мысль, сформулировать, господи. В общем, вот. Алиса так увлеклась, что я продолжаю играть еще секунд 10 и лишь затем обратил внимание на отсутствие звука. Вообще, я один такой странный человек, который не любит играть музыку. То есть, я не знаю, просто все как-то увлекаются музыкой, все увлекаются какими-то инструментами, гитарами, еще какой-то фигней. Я один такой странный, и мне музыка особо не интересна. То есть, я ее слушаю, но с точки зрения играть музыку никогда не хотел. Даже близко. То есть, и то, я бы хотел гитару, но исключительно для стримов, а не для себя. Просто как дополнительное развлечение. Но себе гитара... Не знаю, я не понимаю музыку. То есть, я... Я не знаю, я не понимаю... Как бы, я ее... Не то, что не слышу. Может, не слышу в определенном смысле. Просто мне и не интересно ее слышать. Мне и не интересно ее играть. Что за... Где звук и что за вонище? 10 секунд тебя заняло, чтобы это понять. Кто тормозит? Алиска, пиписка. Сдается мне, что наш усидок помер. Алис с отвращением потрогал усидитель ногой. Техника на грани фантастики. И что теперь? Будем играть на акустике? Ну что за невезение? То басист не басит, то усилитель не усиливает. Мику приблизило лицо к коробке аппарата, сморщиваясь и отпрянуло. Фея, что будем делать? Может, электрика попросим? Алиса сокрушенно покачала головой. Не пойдет. Он в таком не разбирается. Да и занят. В город, что ли, вести концерта под угрозой? А если... Так... Девчонки, припираясь еще несколько минут. Я решил вмешаться. А может, попросим Шуренуса Электропуниса? Нет! А почему нет? Они же все умеют. Нет, не согласятся. А все потому, что какая-то реже хулиганка с Раешкиной фингал набила ни за что. Ну то есть, кто виноват, ребят? Как всегда, Алиса. Как можно любить Алису, как персана? Всегда во всем виновата. Нет, все потому, что какая-то мелкая зараза постоянно Шурика изводит. Да что я отсделал? Это все из-за тебя. Нет, из-за тебя. Нет, ты виновата. Нет, ты. Правда, правы были обе. Но я благодарозумно промолчал. Мику, в принципе, не умел с кем-то конфликтовать, но соблюдал одевичью солидарность и с кибернетиками почти не общалась. Так что нельзя было просто так пойти и снова попросить починить аппаратуру. Как у вас все сложно-то. Ладно, я сам попробую с ними договориться. Господи. Алиса отложила гитарку и пришла в мою будуарку. Попыталась меня обнять. Я вежливо... Постой, что? Алиса попыталась меня обнять? Это Алиса, которую мы знаем? Она попыталась обнять Семена? Свою мать, этот мод просто сломан. Не обидевшись, рыжая громко прошептала мне на ухо. Или негромкая. Сенька, если чего-нибудь добьешься, сделай все, что хочешь. Отсосешь? А ты отсосешь? И даже мусорить перестанешь, а то Мику берет за вами замучилась. Ну не настолько все. Ты же не наглееешь. Может, сойдемся на паре пацаны? Ууу, пара пацаны. Так, это нормально. Мне нравится такое, да. Такой уговор. Ну, еще чего? Мое сердце на Вике лежит тетя Наташа. Она заботливая и добрая. Дурак, она же старая для тебя. Ну и что? Зато какие булочки печет. Я думал, он сейчас скажет, зато какие у нее булочки. А у тебя нет. Хотя у Алис тоже, вроде, булочки есть. Ладно, давайте сюда свой гробик. Попробую, что ему сделать со мной. Они пока не ссорились. И слава богу. Ну, наконец-то, интересная часть. Все, они, наконец-то, музыку играть не будут. А начнется контент. Ну, у меня такое ощущение, что этот мод с процентов на 40 состоит из музыки. И я буду очень благодарен, если кто-нибудь бы затрахался и удалил все музыкальные моменты из этого мода, оставив только контент. То есть, развитие сюжета, развитие перцов. Я вот это люблю в модах. Мне поэтому не нравятся все эти музыкальные моды. Или моды с поэзией. Потому что я хочу развития перцов. Ничего я против не имею этой вашей музыки. Играйте только у себя дома. И ко мне с ней не лезьте. Кружок кибернетиков встретил меня запахом канифоли и жужжанием моторчиков. Канифоли, это что? Слушай, мне реально надо загуглить, что такая канифоли. А я знаю, что это. Желтовато-красное, хрупко-смолистое вещество. Застывшая моча, что ли? На рабочем стое стоял робот с кошачьими ушками. А, то есть, они делают... Постой, они делают кошка-девку? А его внутрь всех... Его внутрь всех увлеченных опошились двое белобрысых пионеров. Из недор робота поднимался дымок, голова вертелась, глаза, лампочки быстро перемигивались, а ноги мелко подергивались. Здорово, пионеры! По что животинку мучите? А по что животинку мучите? О, Семен, привет! Доброе утро! Сергей приветственно помахал, а Шмурен, вздохнув, пригласил меня войти. Видимо, он не рад... Что-то Шурик меня не любит в этом моде. Я оставил усилить ее дверей. Наверное, сам хочет Славя охомутать. А хрен ему. Славя моя. И... Мику моя. Все мои. Вряд ли кто-то захочет его стянуть, а кто захочет, сам пусть отрывается. За что вы, робота, так? Да вот, что движок заедает. Робот должен аккуратно перешагиваться на ногу. Он прыгает. Регулируем червячную передачу. Знал бы ты, как тяжело с деталями. Простую шестеренку не достанешь. Я развел руками. Шестеренки нет. Есть только искреннее сочувствие. Сойдет? Спасибо и на этом. Ты как? Хотел чего-ли? Просто в гости забежал. А может решил вступить к нам в кружок на КС? Кружок это то еще скучное дерьмо. Нет, прости. Теперь уже не могу. Я вообще-то с просьбой. Рассказывай. Шик поправил очки. Глаз у него был позитивный. По крайней мере один. У нас тут усилитель немножко сгорел. Как опять? Сергей же только чинил. Вы что с ним делаете? Нет, это второй. Честь Родины в опасности. Сам понимаешь. Нельзя нам перед иностранными товарищами обосрать трусы. Да, никак нельзя. Че-то рыжие бандитки тебя прислали. Алисе раскаиваться за случай с Сергеем не алё. А Улю мучает совесть за утренний эпизод с ватрушечкой. Стесняются. Они меня просили. Да и тяжелый он. Шурик улыбнул Орла. Эх, нас на девчонок променял. На трех. Ой, хотя и симпатичных. Что есть, то есть. То есть Шурик наконец-то понимает, что мое поведение, как альфа-самца, абсолютно естественно. Чего ты, кстати, в группу вступил? Ты же не музыкант, кажется. Я сам поражаюсь. Меня просто силой заставили. Сказали, будет кекс. Слухи только. Расскажешь, что произошло? Да мне как-то неохота. Я перескал историю с доской, раненым таликом и музыкальным рабством, закончив событием сегодняшнего утра. Особо подчеркнув, что взамен на усилитель, Ульяна Хуяна обязуется больше не подходить к кружку и не засовывать мне скалопендров в трусы. Шурик просиял. Да, Растак, давай сюда больного. Видите, ребята все-таки все могут. Я втащил куб усилителя и взвалил его на стол. Вот. Быстрым, точным движением Шурик раскрутил корпус, заглянув, а внутрь искривился. Ох, вот это гадюшик. Пыль, тараканы. Вот и перегрелся. Нельзя так с техникой. Оставляй, я до завтра все исправлю. Тут, видишь, конденсаторы повздувались. Надо порыться по старым платам, выпаять. Я так сразу замену не найду. Ну, спасибо. Ты очень нас выручаешь. Что я могу сделать взамен? Да не за что. Главное, Ульяну к нам не подпускай. Постарайся. Только ты присмотрись. Может, она на тебя виду заимела. Слушай, да, может быть, Ульяна хочет себе Дэдди. Может быть, Ульянка это этакая-такая лолитка, которая ищет себе Дэдди. И она увидела в Шурике того самого Дэдди, которого ей не хватало. Скрытая любовная линия Ульянки и Шурика. Плохо. Постараюсь. Только ты присмотрись. Может, она на тебя... А, ну, знаешь, девочки, они такие. А ты вот так бессердечно ее отвергаешь. Ульяну? Да ну, глупость. Она же маленькая совсем. Но мне кажется, если бы она не была маленькой, как бы Шурик бы своего питона-то на нее расчехлил? Шурик у нас мелких не любит. Вот нравилась ему девочка в том году. Она в баскетбол играла. А, то есть Шурик любит крупных. Цит, не напоминай. Кибернетик грустно улыбнулся и пояснил. Вечно он меня этой историей подкалывает. Мы, понимаешь, в больничке с одной старшеклассницей познакомились. Она с переломом ноги лежала. Я как раз лодыжку повредил. Я по ошибке в ее палату зашел, разговорились. Хорошая девочка. Физику углубленную изучала. Ей в палате скучно было одной. Я в гости ходил. Сидели, беседовали, телевизор смотрели. Порнохаб-канал. Это твое... Это... Порнохаб-ТВ-Эуропа. Сколько я ее видел, она или лежала, или сидела. А потом уж перед самой выпиской она встала, чтобы меня проводить. И оказалось, что ростом она метра два. Не меньше. В общем, не сложилось. Шурик вздохнул. Его приятель тем временем беззаботно раскачивался. Слушай, какой рост имеет значение. Главное, понимаешь, это любовь. Вот вас бы остановило, ребят? Потому что я знаю, что меня смотрят в основном одни, собственно, мужики, пошляки и так далее. Вас бы остановило, если бы девушка была выше? Если парень выше девушки, это типа нормально. А если вот девушка была бы выше тебя, Димочка, тебя бы это остановило? Ставь лайк, если нет. Лицо у сыроежки было заспанное, но довольное. С заговорническим видом он подмигнул мне и улыбнулся еще шире. Я поискал глазами, куда присесть, но ничего не нашлось. Пришлось тупо сесть на пол и снять трусы. Я пропустил эти дурацкие разговоры кибертруников про все это вот их дерьмо, там, про технику и так далее. Перейдем к интересной части. Сегодня на обеде мне досталось уединенное место у окна, так что же я рассматривал пустынные дорожки и размышлял, правильно ли я сделал, что вообще вступил в музыкальный клуб LGA. С одной стороны, там Мику. С другой, лучшего способа удерживать меня от побега и приду ей не придумать. Симпатичная подруга и много работы. А вдруг ей, в принципе, пихуя на Семен, и она просто с ним мутит, ну, кое-как, чтобы удерживать его. Может быть, она суперумная. Симпатичная подруга и много работы. Только изредка я мог хотя бы немножко подумать о том, что происходит вокруг. Я так много времени породил в музыкальном кружке и с девочками, что как-то даже упустил из виду, что в пионерском лагере полагается еще и отдыхать. Хрен отдыхать. Загружают работы, как и шака. И аж грустно стало. Нет, конечно, подготовка лагеря к приезду иностранцев этому уделялось много времени. Но остальные пионеры не вкалывали круглосуточно. В отличие от меня. Сеня, Сень, можешь доброе дело сделать? Ну, знаешь, как у нас в школе были некоторые чуваки, которые учились больше всех, как бы. И были в разных кружках, там, в студенческом совете. Ну, знаете, у нас был такой совет старост, как бы. Я не уверен как-то, ну, еще че, чем можно назвать. Типа совета старост, да. То есть, где у нас были такие, как бы, чуваки выбирались от каждого класса по нескольку человек, которые, типа, перед... Ну, должны были доносить до школы нужды учеников. До руководства школы. И я не знаю, в России, наверное, такого нет в школах. Там у нас староста чем занимается? Следит, чтобы в коридорах не баловались и уборку делает. Вроде как. И все. Или назначает кого-то на уборку. Слушай, я не знаю. У нас там это... Этого было мало. В основном это служило именно для общения. А так старосты, да, по-моему, что-то убирали. Поэтому я в старосты не ходил, потому что нахрен мне оно надо было. После школы там оставаться. Не. Просто не. Ну, типа, это добавляется тебе в резюме. В универ... Универы любят как-то такой суперактивный. Там, ну, в Англии. Они любят как-то суперактивный. Там, участвуешь во всяких делах таких, что тут ты староста. Там ты, не знаю, еще где-то подхалимничал, подлизывал и маслил жопу учителя. И универ такие, о, да, это наш клиент, он нам нравится. Я этого все не делал, меня все равно приняли в универ. Просто лайфхак, ребята, это все фигня, я все равно возьму. Сень, а, Сень, можешь добрые дела сделать? Я тебе столько уж добрых дел сделал, рыжий, а. Добрые говоришь, а что надо-то? И где девочки, девчонки? Тут такое дело, они заигрались чуть-чуть и решили, что я им обед отнесу. Тетя Наташа бутерброд сделала. Ну и перекус на вечер сразу прихватим. Поставь, сейчас только обед. Какие же долгие дни в этом моде, а я-то при чем? Понимаешь, мы с Алисой на пляж идем, не хочу бегать туда-обратно. Не отнесешь в клуб? Пожалуйста, пожалуйста. А я за купальника побегу, ты ведь на пляж не идешь? Что ты взяла? Иду, конечно. Сень, ты не понял, это мы с Алисой на пляж идем, а Мику не идет. Она в клубе, одна денешенька. Продолжать? Вот оно как. Ты знаешь, я тут вдруг подумал, что жару плохо переношу и загорать не люблю. И плавать не умею. Я знал, что ты это скажешь. И уже Ольга Дмитриевна предупредила. Вот это мне нравится, вот это уже интересно. Наконец-то девочки специально покинут клуб, чтобы у меня была возможность чихпыхнуть Мику. Ты просто прелесть. Я знаю. Я ласково взъерошил ее волос, типа, ахахаха, как ласково погладил. Донат, ааа, мой любимый донат. Настя, кстати, лайфхак. Хотите дольше испытывать эффект эйфории от вашего любимого кофе? Не проблема. Пейте кофе и запивайте его водой. Турецкий метод. Работает на всех. Ай, ну что ты делаешь? Не порти прическу. Буду должен. Еще как будешь. И не надейся, что я забуду. Ну иди, бери сумку у тети Натасы. Хорошо, давай. Сегодня в джипчурнике решили репетировать мою работу в деливари-клабе. Вожата разрешила, что при условии мы полноценно поедим в клубе. Новый предмет. Кефир, булки и еще какие-то булки. Тетя Наташка щедрою рукой отсыпала нам свежих булочек, хуюлочек. Обычного хлеба я тут так и не видел. Видно, пекли их прямо здесь. Несколько пакетов кофира. А для витаминизации набросил сверху спелых яблок и банку сгущенного молока. Слушай, сгущенное молоко дико жирное. И там куча сахара. Хотя в отсутствии мяса оно может сыграть решающую роль. Осторожно придерживая набитую провиантом коробку, я вышел из столовой и двинулся к кружкам. Груз получился не то чтобы неподъемный, но довольно такой тяжеленький. Идти через раскаленную площу не хотелось. Так что я решил сделать небольшой крюк, капитан крюк, Питер Пен, вокруг столовой и пройти по теннисной тропинке за мегпунктом. Я, кстати, в детстве очень любил игру, где нужно было играть за Питера Пена. Очень классная была. И графика там была хорошая на то время. Это был такой платформер, но я-то очень любил диснеевские игры. Эх, 2000-е, ребята. Это были те времена, когда Дисней делал игры. Все делали игры по мультикам, по фильмам. То есть это было нормой. Потом все это перекочевало на смартфоны где-то в году 2013-м, что ли, 14-м. Все это начало... Нет, даже раньше, в 2012-м, это уже все на смартфоны поехало. И сейчас там и остается. Сейчас на ПК уже игр по фильмам не делают, к сожалению. Тут за кустами мелькнуло что-то коричневое. Не собака, слишком здоровая туша. Может быть, это Юлька? Буренка, что ли, какая заблудилась? Я осторожно подошел поближе и удивленно-восхищенно охнул. Прямо передо мной стоял олень. Олень это, типа, он кого-то оскорбить хотел или... Не знаю, как вообще выглядит обычный олень. В зоопарке был давным-давно. Но этот наверняка был обычным. Невысокий такой, рожки короткие. Бока в белых пятнах. Чем-то он напоминал большую бродячую кошка-дивку. Взъерошенный какой-то, в репе, грязноватый. Совсем не диснеевские бумбы. Эй, иди сюда, держи! Я поставил коробку с провизией, отломив половину булки, раскрошил, протянул ему. Олень с интересом оглядел меня, пофыркал, потом отошел ближе и принялся жевать хлебный мякиш. Осторожно, чтобы не спугнуть, я вытянул вторую руку и почесал его между рогами. Непорядок вообще-то. Ты же гордое и дикое животное. Должен сам давать себе еду, разве нет? Ну, оленью пихают. Ты ему дал еду, понимаешь, что ему косарь отдал, и он нормально, он на пенек. Гордое и дикое животное вздрогнуло, но жевать не пересталось, то замахал ушами. Почему-то стало смешно, ему понравилось. Слушай, просто понимаешь, что объединяет животного и человека? Мы его все любим жрать. Мы все любим тупо кишать. Из-за спины негромко донеслось. Ты неплохо ладишь с животными. О, это же Ленка. Почему-то я ждал увидеть славяна, но это оказалось Лену. Она медленно приблизилась и присевает. Олень засопел, но не ушел. Только косил на Лену карим с глазом. Но он занервничал, потому что он видит какой-то человек, который потенциально может его обидеть. И который не дает ему еду. Как ты его приманил? Да не знаю, как вышло. Наверное, он просто жрать хотел. Олень дожевал половину булки, его простительно посмотрел на меня. Я понял намек и дал ему еще. Он такой типа, Ну не будет еще булка для пизды едать? Просто олень может ликнуть, если бы не знали. Он приходит сюда. Иногда. Но обычно, если рядом кто-то чужой, то он не показывается. Я его подкармливаю время от времени. А вот к себе почему-то подошел. Наверное, потому что у меня еда была. Наверное, ты хороший человек. Животные это чуют. Но я-то сразу это поняла. Слушай, так мило. Я невольно задумался. Кормление оленя в бесконечном лете. Вот это, кстати, новый контент. Такого не было еще. А ведь мы с Леной познакомились сразу же. Ну, после нескольких попыток разговаривать, и ее я сдался. А потом эта история с музыкальным кружком закрутила меня, и все. Почему так вышло? Ведь Лена мне симпатична. Не знаю, чем. Может, эта ее трогательная застенчивость так действует. Или этот морской горький кофе. Нормальный, кстати, кофе. А ты любишь животных? Очень. Я в охотничьем хозяйстве часто бывала. Охоту не очень люблю. Мне зверушек жалко. А вот подкармливалась, с детенышами возиться любила. Здорово. У тебя кто-то охотник в семье? Или просто так ездила? В детстве я любил наблюдать за улитками после дождя. Слово приблизиться, как она пряталась в раковину. Но если посидеть достаточно долго, то из раковины выглядывают ружки. Затем и сама улитка. Что-то подобное происходило сейчас. Вместо рожек тут косички, да? Лена грустно покачала головой. Прости, я не хочу об этом. Ты не обидишься? Ой, мне пихурили. На вот, лучше покорми бяжку. Я дал ей яблоко. Лена протянула его оленью и удивленно глянула на меня. Кого-кого? Ну, бяжку. Не знаю, как ласково называют оленей. Так что будет бяжка. Она такая, на секунду лицо, осветилась улыбкой. Я даже услышал негромкий смешок. Лёхи едва слышны. Лена взяла яблоко и протянула оленю. Тот с аппетитом принялся его есть прямо из рук. Вкусно, яблоко, человек. Бяжка скажет, что же он же не барашек. Но мне нравится. А тебе, бяжка? Олень снова издал нечто среднее между ревом и блеением. Типа. Кажется, ему тоже. А ты ему не придумала имени? Нет, а зачем оно ему? Пригодится. Так ещё один заведётся. Вот и будем их различать. Логично. Давай вместе. Знаешь, оленям крёстам мне ещё не приходилось выступать. Так что давай. А ну давай. Очень милый эпизод. О, нет, ну слушай. Это милота. И сиськи так прорисованы. Минут пять мы обсуждали. Как можно назвать эту непонятную живность? Слушай, это... Я видел порно, когда начиналось так же. Минут пять мы обсуждали, как можно назвать эту непонятную живность. Лена выдвигала литературно-аристократические версии вроде Эшли, Рудольфа и прочих. Они бы ещё Рокфором, блин, его назвали. Я склонялся к традиционным русским вроде Васьки и Емеля. На г. сошлись на том, что звать его будут по имени-отчеству. Рудольф Васильевич. Нормально. Занимались мы, конечно, откровенной ерундой, но это было так весело. Лена повернулась ко мне, довольно улыбаясь. Ты так изменился со дня приезда. Что, сильно? Да нет, просто повеселил. Я когда выйдил у тебя в первый день, ты был какой-то... Перепуганный. Ну, с учётом того, что случилось, ничего странного. Не каждый день в прошлое проваливаешься. К такому привыкнуть нужно. Она обратила на меня внимание ещё тогда. Интересно, почему-то приятно. Слушай, а можно будет замутить с Леной или нельзя? Ребят, мне нужны спойлеры прямо сейчас. Я знаю, что спойлеры типа нехорошо, но в этой ситуации можно и нужно. Ну нет, скорее грустно. А сейчас другое дело. Да и ты тоже не такая, как обычно. И по секрету, у тебя очень симпатичная улыбка и сиськи норм. Я был бы рад видеть её почаще. Она, кажется, очень серьёзно обдумала мою просьбу. Затем улыбнулась чуть шире и подытожила. Хорошо, я постараюсь. Что, сиськи мне показать? Тогда нет, тогда окей. Если нет, то не окей. Рад ты слышать. Странно как-то выходит. Вроде бы познакомились сразу, как я сюда приехал. А почти не общаемся. Ну ты почти всё время проводишь с этими. Тремя мушкетёрами. Интересное прозвище. Славя тоже их так называла? Рудольф озадаченно переводил взгляд с меня на Славя обратно, пытаясь понять, зачем мы трясёмся и издаём странные звуки. Типа... Он-то молчит. Они по-другому общаются. Он пукнул. Это общение у них. Они же запахами общаются. Он пукнул и всё. Это общение. Описывал другого оленя. Всё, они пообщались. Интересно, олени знают, что такое смех? Ну да. Девчонки их так зовут. Мы ведь из одной школы. Ну, ты знаешь, наверное. Постой, нет, не слышал. Я же на неделю позже приехал. Много ещё не знаю. Да, точно, я подзабыл. Они с первого дня сдружились. Хотя Мику и Ильяна... И поставить их вместе в одной компании, ну, тяжело. Как там у Пушкина? Они сошлись. Вода и камень. Чего-то там и лёд и пламень. Лена улыбнулась и кивнула. Чего-то там. Ну да, это точно Пушкин. Ты поэзию любишь? Читать? Да. А вот наизусть как-то не получается. Ничего. Знаешь, Славяна ожидала, что четвёртым мушкетёром будешь ты. Вы обо мне со Славей разговаривали? А почему? А типа нельзя, что ли? Ты типа это, неприкасаемая? Лена с интересом посмотрела на мою морду лица. К слову, пришлось. Она говорила, что хотела бы, чтобы вы побольше общались. Ну и как-то слово за слово вышли на эту тему. Ответом был разочарованный вздох. Вот оно что. Славя, она хорошая, добрая. Но не всё понимает. Знаешь, есть такие люди, которым не составляет трудности подружиться с кем-то. А есть такие, для которых это, наоборот, очень тяжело. Знаю, у меня тоже самое. Для меня это всегда было непросто. Может, поэтому мы с тобой особо и не разговаривали? Я тоже такая. Кажется, я understand о чём ты. Но мы с тобой друзья, мы вот даже одного оленя кормим. Лена согласно кивнула. Да, повод не хуже другого, друзья. Жаль только, что так редко разговариваем. А, кстати, олень был сас. Да, мне тоже жаль. Но это не из-за тебя. Просто ты почти всё время проводишь с Алисой, а мы с ней. Постой, а что, вы поссорились, да? Из-за мужика, наверное. Из-за меня. Она задумалась. Мы помолчали. Одновременно почёсывая пятнистые оленьи бокот. Так, ребят, мне нужны ваши орлы. Орлы! Мне нужно ваше предположение в комментариях. Почему Лена не общается с Алисой? В чём их проблема? Это всё из-за мужиков, наверное. Как бы с чего ещё они могли поссориться? Всё, кофе выпил. Просто сейчас уже вечер, как бы. Я записываю это всё вечером. Я думаю, по вебке даже немножко заметно. И поэтому я как бы немножко, ну, такой, понимаете. А сейчас заряжаю телефон, потому что пойду за продуктами. Сегодня. Просто как засранец. Она задумалась. Мы помолчали. Одновременно почёсывая пятнистые оленьи бока. В романтических фильмах в такой момент, как правило, руки героев соприкасаются. Парочка смотрит друг в друга в глаза. А потом начинает адски сосаться. По красоте и как положено. Ну, не знаю, что-то меня останавливало. Чё-то... Чё... Чё вроде бы ещё? Симпатичная зеленоглазая пионерка. Романтическая обстановка. Даже вот олень лежит. Мелькнула мысль, что всё могло сложиться иначе. Если бы этот мод был, ну, не таким... Пуританским. Но сейчас я уже не мог воспринимать её иначе, чем подруга. Пусть и близкую. Даже сейчас я думал, что скоро увижу Мику. Лена вздохнула и продолжила, обращая даже не столько ко мне, сколько в пространство. А мы с Двачевской сейчас не ладим. Потому что и с тобой не особо болтали. Ну и в столовой же к тебе с разговорами цепляться, верно? Случается и такое. Можно и в столовой. Кое-кого это никогда не останавливало. Банальное замечание, но в чём ещё я мог заполнить неловкую паузу. Лена продолжала перебирать оленью шерсть. Сейчас она явно думала о чём-то своём и улыбалась. Я думаю, она думала о том, как снять порнофильм с оленем. И у неё действительно потрясающе красивая улыбка. Я думал, что Лена просто не услышала моих слов, но после паузы она кивнула. Да. Кажется, ответа никто и не ожидал. Это был, что называется, монолог не в себя. Разговор зашёл в тупик. Сейчас она встанет и уйдёт. А между нами останется неловкость. О неловкости я не люблю. Попробуем разрядить обстановку як калаш. Я протянул руку и почесал оленя между ушей. Ну, во всяком случае, сейчас мы с тобой выкроили время. Бяшка помог, раз уж два человека разумных не справляются. Надеюсь, это в последний раз. Она улыбнулась, хотя в глазах оставалось какое-то странное выражение. Верно, я тоже надеюсь, что не последний. Лена вдруг поинтересовалась. Я слышала от Мика, что ты теперь будешь играть с ними и сейчас ускоренно учишься. Ну, вроде того. Удивительно, как ты вообще согласился, если играть не умеешь. Я бы не решилась. Меня особо не спрашивали. Взяли за шкирку, дали в зуб гитарку и стали учить. Добровольно, принудительно. Лена звонко засмеялась. Да, Мика мне все пересказала в лицах. Могу себе представить. Глупо, наверное, выглядело. Я эту фразу в лицах не всегда, ну, не очень понимаю. В лицах это типа дословно или типа с отыгрышем роли, что ли? Да нет, по-моему, весело. Особенно, когда ты бежать пытался. Ты, правда, рвал на груди рубашку и кричал, русские не сдаются. Не припомню такого. Вот выдумщица, значит, сочинила. А так смешно показывала. Мне вообще смешно, как я во все это ввязался. Вот только боюсь не справиться. Знаешь, мне папа одну вещь рассказывал, что есть два типа страха. Первый помогает стать лучше. Второй сковывает и не дает делать даже то, что умеешь. И вот в первом ничего плохого нет. Он заставляет тебя напрягаться и сивой достичь цели. Интересная теория. Мне нравится. Он философию не преподает случайно? Нет, он охватник был. Окей, бывает. Был? Да всплыл! Мы еще немножко помолчали. На этот раз напряжения не было. Орень ватыкался мордой в коробку, норовя урвать еще что-нибудь в кисное. Ну уж нет, родной. Свою порцию отец кормил, чужую не дам. Девчонки меня за такое расточистство заругают. Лена испугалась. Все, теперь вы друзья навсегда. Ну или пока кормить будешь. Не разбалуй его, смотря. А то лопнет. Постараюсь. Ладно, я пойду. Ты не против? Она упростительно посмотрела на меня. По-моему, в его глазах было ожидание, что я буду зажать и попрошу посидеть еще. Даже надежда. Увы, я жду. Я уже сделал свой выбор. С непонятным сожалению я кивнул. Жаль, конечно. Хорошо, посиди. Ну ничего, еще увидимся. Беги, конечно. Она не выглядела разочарованный, но я все равно чувствовал себя очень, не очень ютно, словно чем-то обидел ее. Еще одна улыбка. Увидимся на ужине. Я проводил Лену взглядом. Такая милая девушка. Не знаю, может причиной был мой нерешительный характер, а может просто какие-то детские комплексы. Или просто понятное желание защищать и оберегать. Но именно такие застенчивые мне всегда нравились. Я думаю последний. Слушай, тебе просто нравится ее защищать и оберегать. Но у тебя уже есть Мику, чувак. Или ты можешь быть как каноничный Семен, который как бы сразу мутит с двумя, а то и с тремя. И как бы, ну ты понял. Но этот мод, как я уже сказал, такой, знаете, чистый. Тут чистая любовь. Для грязи места нет. Интересно, на что было бы похоже встречаться с ней? Наверное, романтично. Кино сладковато. Мороженое в парке. Я усмехнулся. Все-таки это молодое тело дает о себе знать. Но меня ждет другая красавица. То есть, типа, он хочет сказать, что ему 25 и все, уже импотенция, да? Псс, пизда. Странно, но я уже привык считать музыкальный клуб своим домом. Такая себе сумасшедшая квартирка. Нам было весело, и, пожалуй, не совру. Если скажу, что мы все больше и больше сближались. Сближались. Нам было и весело, и, пожалуй... А, постой, да. Мне не нравится, когда я не дополняю текст, который уже есть. Лучше заново его начать. Постепенно я научился ладить с Алисой. Иногда даже получалось предугадывать, что может выкинуть Ульяна. Я все сильнее привязывался к Мику, попивая донат. Найс. О, как заходит донат. Она могла быть незаметной, но без нее сразу становилось неуютно. Как воздух, как земля под ногами. Мы не замечаем их, но сразу ощущаем их отсутствие. Весь остаток дня мы проведем вместе. Разве не здорово? Здорово, чего тут здорового? Сквозь открытое окно я увидел Мику. Она сидела на горе матрасов, болтала ногами и наигрывала на гитаре незнакомую мне велодию. Она играла яблоки на снегу. Больше в клубе никого не было видно. Девчонки имели привычку переодеваться прямо здесь. Так что я на всякий случай повысил голос. К вам можно? Мику увидела меня, улыбнулась, отложила гитару и соскачила на пол. Еще секунду. И меня взяли за руки и увлекли внутрь. Ох, черт, сейчас что-то будет. Привет!